В России инфицировано 620 794 человека. Выздоровело 384 152 человека. Скончалось 8781 человек. В Ростовской области инфицировано 9195 человек. Выздоровело 5082 человека. Скончалось 105 человек. Сегодня с нами на связи программный директор точки кипения ДГТУ Сергей Кацуконь. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. 4 июня прошел форум «Новые вызовы, новые решения». По его результатам в рамках поручения губернатора из 9 поручений, 5 прямо или косвенно были связаны с вопросами цифровизации региона, в частности вопросу о создании в Таганроге IT-парка. На ваш взгляд, что это дает региону? Поддержка губернатора дает, в первую очередь, конкурентное преимущество. Так как благодаря этой поддержке мы имеем дело именно с системным подходом по внедрению этих всех технологий, что дает самый настоящий синергический эффект. Потому что в IT есть такое понятие, как кусочная автоматизация. То есть, когда идет не комплексное решение какой-то задачи, а ставят к столетам, как называемые, и решают какую-то узкую задачу. В долгосрочной перспективе подобные решения не дают выигрыша, а, как правило, приводят к отрицательному результату. В данной же ситуации мы видим, что на самом-то деле курс области, в первую очередь, направлен на системное решение вопросов, связанных с развитием цифровой трансформации и, соответственно, реализации нацпроектов в экономике. В регионе вообще сейчас реализуется федеральный проект «Цифровой прорыв». Готовятся к запуску конкурса этих решений «Ростов-на-Дому. Цифровые лидеры». Насколько эти инициативы дополняют друг друга? И, опять же, что они вместе могут дать региону уже в ближайшем будущем? Наш региональный конкурс «Ростов-на-Дому» поможет поставить перед этим сообществом задачи, которые непосредственно связаны с нашим регионом. Это позволит нам, в первую очередь, не говорить о теоретических решениях, а говорить о тех решениях, которые реально нужны органам власти и, соответственно, жителям. Когда мы говорим о федеральном проекте «Сифровой прорыв», это, в первую очередь, «Хакатон». Это соревнования разработчиков систем. Мы с большим интересом смотрим этот конкурс, потому что он позволит нам, с одной стороны, посмотреть и выбрать те команды, и те решения, которые мы можем с успехом распользовать у нас в регионе, это, в первую очередь. Во-вторых, это позволит нам правильно спозиционировать то развитие цифровизации, которое мы запланировали, которое у нас делается и реализуется в рамках региона. Это первый момент. Кстати, во втором «Хакатоне», который по цифровому порой, который стартует один из пяти кейсов, это кейс нашей области, поэтому будет интересно посмотреть, как его решат. Также в Ростове-на-Дону планируется проведение полуфинала по Южно-Федеральному округу в рамках именно конкурса. И мы очень надеемся, что когда время подойдет к финалу федерального конкурса, тоже пройдет у нас. Относительно важности этих двух конкурсов, говорит хотя бы тот факт, что Владимир Владимирович Путин, в своем постановлении сообщении, он указал относительно того, что надо очень большое внимание уделить участникам срок прорыва, как потенциальным исполнительным решением и реализацией решений в рамках цифровой экономики. Сергей, а вообще нам в развитии IT, в цифровизации региона, насколько может помочь тот самый IT-парк в Таганроге, которому сейчас приковано прям пристальное внимание после заявления губернатора региона? Когда мы говорим о развитии цифр, развитии цифровой трансформации, реализации трансформации региона, мы должны понимать, что это все на пустом месте не делается. Необходимо создание так называемой культуры, ландшафта, где бы у нас развивались IT-шники, где у нас формировались бы IT-сообщества, где бы на самом деле развивались и технологии. Поэтому создание IT-парка – это очень важный момент в рамках единой концепции развития. Но здесь надо понимать одно, что сам по себе IT-кластер без привязки к комплексному решению мало что даст. Потому что одна из проблем, которая возникает, когда решаются цифровой трансформации, это с одной стороны, насколько готовы принять эти решения госорганы, насколько готовы с этими решениями работать непосредственно исполнители, и насколько постребован результат этих решений. Потому что без большого такого комплексного подхода мы можем столкнуться с тем, что разработано решение, но решение не используется, потому что непонятно для чего оно нужно, непонятно, что дальше с этим решением будет. Поэтому, когда мы говорим о IT-кластере, говорим о развитии цифр в регионе, мы должны понимать, что это части большой комплексной задачи, которая себя получает не только кластер, но еще работа, связанная с формализацией проблем, формализацией задач. Работа связана с разработкой внедрения, с другой стороны, обучением сотрудников по работе и жителей. Ну да, IT-кластер – это не просто построили, и все здесь действительно должна быть целая инфраструктура. Причем, в моем понимании, тут нужна инфраструктура города в том числе, чтобы привлекать хороших специалистов к себе, чтобы для них это было заманчиво. По поручению губернатора, вообще у нас в регионе сейчас ведется достаточно серьезная работа по цифровизации и работа органов власти, расширению спектра онлайн-услуг для граждан, для бизнеса. Какую роль здесь играет ДГТУ и потенциал университета в данном направлении? Вообще каков? ДГТУ – это, в первую очередь, опорный ВУЗ. Это ВУЗ нашего региона. Это ВУЗ, который как раз таки заточен на реализацию задач, которые стоят в регионе. Это касается, как, в первую очередь, с точки зрения подготовки кадров, а здесь у нас в ВУЗе ведется очень серьезная большая работа, у нас стартует так называемый проект цифрового университета, направленный на трансформацию системы образования, исходя из новых тенденций и новых реалий. Потому что мы очень сильно рассчитываем на то, что поменять классическую статистику, связанную с тем, что только 15% выпускников могут работать сразу без переподготовки на новую. Наша задача сделать так, что практически каждый выпускник университета уже был готов с учетом тех реалий, которые будут через пять лет. Это первое. Второе, что немаловажно, ВУЗ занимается решением создания как перспективной технологии, так и развития инфраструктуры региона по направлениям, которые являются актуальными для нашего региона. Поэтому здесь можно говорить относительно того, что участие университета достаточно велико. И если посмотреть, скажем, на поручение Василия Юрьевича на основании форума, достаточно большому количеству задач университет указан в лице соисполнителя и, соответственно, ответственно в этих вещах. Ну, мы уже вторую программу с вами говорим об IT, о важности IT, о важности цифровизации. Но Ростов, Ростовская область, вообще в умах многих, это все-таки промышленный регион, где основная экономика – это заводы, в каких-то районах нашей области – это шахты. А сейчас мы все больше видим уклон в сторону IT-технологий, опять же, той же самой цифровизации и так далее. Если мы прибавим в этом направлении, первый вопрос, мы сейчас так активно работаем, потому что это наше будущее. И второй вопрос, если мы здесь прибавляем, мы не потеряем ли где-то с другой стороны? Сейчас практически нельзя назвать ни одной сферы, в которой бы цифры не было. А, соответственно, когда мы говорим, что есть там цифра, то благодаря цифре можем повысить эффективность. И здесь еще что хотел сказать. Когда мы говорим о цифре, то в цифровой экономике есть такое понятие, как сквозные технологии. Это технологии, которые работают на разных рынках, соответственно, в разных экономиках. Так вот, один из базовых усталатов и базовых направлений в цифровой экономике – это развитие так называемых сквозных технологий, которые как раз-таки работают без привязки к какому-то конкретному рынку или к какой-то конкретной сфере экономики. Мы используем телефоны не только, чтобы звонить, мы используем их для того, чтобы смотреть документы или для того, чтобы посвятить и читать что-нибудь. То есть там и здесь цифра. Мы используем бесконтактную оплату, там тоже есть цифра. Использование цифры, как у любого инструмента, придет, конечно же, к трансформации и открытию новых возможностей. И здесь, на самом-то деле, что очень важно, благодаря этой трансформации у нас могут появиться новые профессии, могут появиться новые навыки и новые эффективные инструменты. Одно время было такое серьезное опасение, что цифра приведет к тому, что будут сильно сокращаться рабочие места. Но это, на самом деле, было несколько завышенные оценки, а на данный момент мы видим в немножко другую структуру. Места не меняются, а меняются требования по квалификации. То есть недаром у нас запущен в России нацпроект, который называется «Кадр цифровой экономики», который позволяет бесплатно каждому желающему обучить, получить дополнительные навыки по цифре. То есть будут требования по изменению, будут требования о том, чтобы учиться чуть новому. Это да. Для кого-то это может быть риском, а для кого-то это может быть большими возможностями и шагом в будущем. В моем понимании здесь одно из важнейших – это то, что нужно идти в ногу со временем. Сергей, огромное вам спасибо за то, что целых два дня вы так активно и так подробно рассказывали нам об IT-индустрии, о цифровизации не только в масштабах региона, но и в масштабах страны. Спасибо. Я уже отмечал неоднократно, что развитие IT-индустрии – это будущее. Цифровизация работы органов власти, расширение спектра онлайн-услуг – это удобство коммуникации между людьми и государством. Достаточно вспомнить, насколько проще стало нам с появлением портала госуслуги. В этом вопросе главное все время идти вперед. У нашего региона есть все шансы, чтобы стать цифровым лидером. С каждым днем у нас тем все более. Увидимся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...